Доброе утро! Доброе бодрое утро, друзья! Это телеканал «Первый Ярославский шоу Овсянка» вновь в ваших телевизорах на календаре 19 марта. И я, Дмитрий Московский, вместе с нашей большой командой «Первого Ярославского» мы готовы радовать вас сегодня полезными и актуальными сюжетами. Итак, сегодня в нашем выпуске тренировка ног вместе с Иваном Лоцмановым. В рубрике «Первая страница» поговорим о книгах для подростков. А еще познакомимся с мощными гостями в рубрике «Интересный человек» и таким видом спорта, как бодибилдинг. Это телеканал «Первый Ярославский шоу Овсянка». Мы начинаем! А сегодня, кстати, 19 марта, Международный день клиента. Помните! Клиент всегда прав. Да. Но вот я, он и есть клиент. Но у нас правило. Вам нужно выбрать себе ланч. Мне не нужен ланч. Мне нужен завтрак. Да, ну, хей. Увы, мне очень жаль. Да, мне тоже жаль. 19 марта 1474 года в Венеции принят закон об охране изобретений. По сути, первый в мире устав о защите авторского права. В этот же день, только в 1697-м, началось Великое посольство Петра Великого. Первая поездка русского царя в Европу. В 1898-м первым посетителям открылась коллекция Государственного русского музея. Она насчитывала более 6000 экспонатов. Ровно год спустя, все там же, в Петербурге, начала работу первая в стране станция скорой медицинской помощи. 19 марта 1950-го на свет явилась певица Надежда Бабкина. Наконец, день рождения отмечает кумир миллионов Брюс Уиллис. Довольно часто мы в шоу «Овсянка» говорим о том, как же важно все-таки тренировать ноги. И вот сейчас, выглянув в окно, вы можете в этом убедиться на все 100. Когда лужа достигает метра, полутора, двух, трех, невероятно важно иметь мускулистые подкачанные бедра, икры и прочие-прочие мышцы, чтобы все это дело перепрыгивать. И сегодня Иван Лоцманов поделится с вами своими секретами. Друзья, всем доброе утро. Меня зовут Иван Лоцманов. И сегодня я покажу комплекс из трех упражнений для мышц ног, для передней части, для задней части бедра, для мышц ягодиц. Итак, начнем первое упражнение. Будем делать попеременно каждой ногой выпад вперед. Делаем по 10 повторений каждой ногой. Ручки можно держать перед собой, либо за головой. Спинка ровная. Делаем выпады. Начинаем с правой ноги. Раз. Обязательно дышим. Два. Три. Четыре. Пять. Еще пять раз. Шесть. Семь. Восемь. Обязательно дышим. Девять. Десять. Отлично. Закончили ножки, встряхнули. Делаем это упражнение три сета по 10 повторений каждой ногой. Следующее упражнение у нас будет наклоны корпуса вперед, но в этот раз мы поделаем с вами на каждую сторону. Ногу ставим чуть вперед. Одну. Начинаем с правой. Руки держим за головой. Отводим таз назад. Наклоняем корпус вперед. Делаем 15 повторений. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Отлично. Ножку поменяли на другую сторону. Раз. Два. Три. Работаем тазом. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Отлично. Молодцы. Обязательно условие этого движения мы отводим таз назад, чтобы задняя поверхность бедра у вас растягивалась. Следующее упражнение, третье в нашем комплексе, это зашагивание на платформу. Вы же можете использовать любую возвышенность, либо это стул, диван и так далее. Начинаем с правой ноги. Зашагиваем на платформу попеременно каждой ногой. Считаем десять повторений. Каждой ногой десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Отлично. Семь. Восемь. Девять. И последний. Десять. Отлично. Ножки встряхнули. Друзья, я думаю, на сегодня достаточно. Сегодня мы потренировали с вами ноги, ягодицы, переднюю поверхность бедра, заднюю. Я рад был вас видеть. Всем желаю отличного дня. До скорых встреч. С вами был Иван Лосманов. До свидания. Зачастую родители сталкиваются с тем, что довольно сложно приучить своего ребенка к чтению, особенно если это подросток. Так вот, рубрика «Первая страница» придет вам на выручку, потому что у нас есть для вас несколько идей книг, которые уж точно понравятся вашим детям. Давайте посмотрим книги для подростков. Доброе утро. Вы смотрите программу «Первая страница». Меня зовут Наталья Антонова. Это Иван Сычев. Мы в Некрасовской библиотеке. Сегодня будем вас знакомить с книгами для подростков. Ваня, расскажи, как же ты, будучи подростком, начал читать вот именно такие произведения? Я всегда любил читать. Мне очень нравилось. А вот именно такие книжки. Вот я помню, как я начала читать. Для меня это было прям супер открытие, когда это было не классическое. После Маугли сразу пошло что-то. Нет, наоборот, была школьная программа, было очень много же вот этого вот домашнего чтения. И когда я первый раз, мне мама купила книгу для подростков, я не могла уснуть, пока я ее не дочитала. Меня она захватила просто вот полностью. Сегодня будут такие же клевые книги. Да, сегодня будут потрясающие книги. Сегодня я расскажу вам о... Давай начнем с Артемису Фауэлова. Давай. Коль уж вот он у меня в руках. У меня вторая книга, у тебя первая. Вообще, Йон Колфер – это скандинавский писатель, который в Скандинавии популярен так же, как Джон Роулинг с Эл Гарри Поттером по всему миру. Здесь Артемис Фауэл. И я, кстати, начал читать подобного рода фантастическую литературу. Не с Гарри Поттера, а именно с него. Вообще, потрясающая история про мальчика, который может общаться со всякой нечистью, с лепреконами. Они ему помогают по-разному преодолевать жизненные обстоятельства. А где он их находит? Они сами его находят. Это мальчик из очень богатой семьи, который вообще не предполагал свою жизнь с какими-то приключениями. Он должен был хорошо жить в Пальяжно, в прекрасном замке своих родителей. Вот из категории овсянка. Да, да, да. И тут вдруг у него лепреконы. Лепреконы появляются, да. Потрясающая книга, очень интересная, очень захватывающая. Всего три части. Есть еще одна. Ой, тут еще и штрих большой. Классно читать. Да, да, да. Это классика для патросковой литературы. А что за знаки вот такие? Ой, это тайные знаки, которые как раз ему и подавали вот эти герои, которые приходят к нему. Заметь, что они разные в каждой книге. Да, 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 да. Разгадка будет. И при большом желании можно будет прочитать, что же здесь на каждой странице говорили. Клево. Скажи мне, вот эти книги, они как Гарри Поттер, взрослым. Вот интересно. Вот мне сейчас захотелось почитать. Да, вполне себе. То есть окунуться во что-то такое легкое, неожиданное, приятное. Почему нет? Можно прочитать с ребенком тоже будет. С чего начинать? С голубенького или фиолетового? С твоей? Нет, мы начинаем с фиолетовенькой. Интеллект против волшебства. Да, дальше миссия в Арктику. И, собственно, все закончится последней битвой. С лепреконами? Нет, лепреконы хорошие. Хорошо. Вот это какие-то злые сейчас существа, да? Да. Мечусь между двумя оставшимися. Давай, Луис Сашар, ямы. Вообще, Луис Сашар – это потрясающий американский психолог, который написал книгу «Ямы» для того, чтобы разбирать ее на занятиях с детьми. Он предлагал детям читать эту книгу. Это такая современная притча. Ну, как современная? Она написана в 2003 году. То есть, ну, более-менее современная. Про мальчика Стэнли, который волею судеб попадает в трудовой исправительный лагерь за преступление, которое он не совершал. То есть его подставили? Он невиновный? Да, он невиновный. И все к концу разрешится, все будет хорошо. Главная особенность исправительного лагеря в том, что исправляются дети, копая ямы. Для чего ямы копают? Это будет большой спойлер книги, поэтому я не буду о нем тебе здесь рассказывать. Но, тем не менее, книга очень интересная, очень напряженная. Она психологическая. Помню, что я прочитал ее, наверное, вот она в 2003 году вышла, в 2005 или 2007 я ее прочитал. И она оставила очень большое впечатление в моем читательском опыте. Я всем ее рекомендую почитать вот именно как такое что-то философское. Это... Философия для подростков? Да, это такая вот книга, которая наталкивает на рассуждение после прочтения. И это очень здорово. Круто. Мне нравится уже. Еще одно, которое захотелось мне почитать. Ну и Питер Грю и Письма на чердак. Вообще Питер Грю – это наша Кирославская писательница. Что особенно приятно. Да, что еще приятнее. За эту книгу она была отмечена, вошла в длинный список премии, литературной премии «Лицей». То есть она еще и звезда получается? Да, она звезда. Письма на чердак очень популярны. На них есть куча отзывов в интернете. Все рекомендуют почитать книгу. Можно купить на лабиринте, на озоне. То есть это не то, чтобы что-то такое местное, местечковое и вот-вот что-то такое. Книга очень хорошая, очень красивая. Здесь потрясающие рисунки. И здесь удивительный сюжет. Да, здесь, кстати, мелкий шрифт, но это веяние. Современный, да, такой модный на печать книг. Здесь потрясающий сюжет. Здесь нужно, да простит меня, Питер Грю, перетерпеть первую главу, которая немножко детская, наивная, немножко длинная, которая расставляет все вот эти вот акценты, которые в будущем будут работать. Но дальше книга начинает, вот она медленно разгоняется, и дальше она несется буквально, и финальный поворот, то, что произойдет в финале, это прям удивительно. Вообще книга о семейных ценностях и о ценности семьи. Она очень добрая, она вот такая очень-очень подростковая, очень здоровая. Всем ее рекомендую прочитать, если еще нет. Супер, спасибо. Мне очень понравилась подборка. Здесь у нас и приключения, и детская философия, и, конечно же, самое прекрасное и дорогое, что есть в нашей жизни, вот эта непосредственность детская, да, и еще мечты. Класс. Супер, спасибо большое. Мы с вами прощаемся до следующего раза. Хорошего вам настроения и доброго утра еще раз. До свидания. Всего хорошего. Доброе, бодрое утро. Это по-прежнему шоу Овсянк, телеканал Первый Ярославский. Сегодня в нашей рубрике «Интересный человек» сразу два гостя. Алексей Борисов, президент Федерации бодибилдинга Ярославской области и абсолютная чемпионка Ярославской области по бодибилдингу Олеся Воронина. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в первую очередь, я хочу задать вопрос о турнире, который состоится уже совсем скоро. Когда он случится? Как на него попасть? Турнир по бодибилдингу – это будет невероятное зрелище. Алексей, расскажите подробнее. Наш турнир по бодибилдингу «Гран-при столицы Золотого кольца России» пройдет завтра, 20 марта. Соберется огромное количество спортсменов со всей страны. Представлено больше 30, наверное, регионов спортсменов. Турнир всероссийский. Так что будет очень жаркая борьба за медали, за титулы. Будет много интересных, ярких спортсменов. Берите с собой смартфоны, фотокамеры, потому что там, мне кажется, рука устанет всех снимать и болеть, конечно же, за своих. Я уверен, что и группа поддержки очень хорошего спортсмена. Конечно. Приходят очень заряженные, там, и с баннерами, и с цветами. Большое количество людей, которые поддерживают бабушки, мамы, папы, друзья, дяди, тети. Такой семейный праздник, по сути, получается. Согласен, да. Я знаю, что Олеся принимает участие в этом турнире. Да, я буду выступать в эти выходные. Это будет первый турнир в этом сезоне, весеннем, потому что сезон только начинается. Далее планирую поехать на чемпионат России в город Краснодар. Так, Олеся, расскажите о своих достижениях. Уже вы давно участвуете? Да, я выступаю уже более четырех лет. Успела поучаствовать во многих турнирах. Дважды являюсь чемпионкой нашего города. Также очень успешно выступаю и на других турнирах на чемпионате России. В осеннем сезоне, после пандемии, у нас состоялся чемпионат России в городе Красноярск. Я там заняла почти почетное, скажем так, четвертое место с очень обидным разрывом. Один балл от третьего. Мне не хватило совсем чуть-чуть до бронзы на чемпионате России. В нашем виде спорта это считается очень круто, потому что многие люди годами пытаются войти в топ-3. Потому что на чемпионат России съезжаются все чемпионы всех областей. Да, ну я уверен, что в этом сезоне будет еще более крутой результат. Мы прям держим кулачки за Олесю. Ну и вообще за всех наших ярославских спортсменов, которые будут представлять регион. Расскажите подробнее у нас вообще как развит бодибилдинг в Ярославле. За последние три года наша областная федерация вышла на пятое место из 76 региональных федераций. То есть мы являемся в пятерке сильнейших команд. То, что мы развиваемся, показывает то, что на прошедшем чемпионате России в Красноярске наша команда заняла общекомандное третье место из 52 команд представительницей страны. Фантастика. То есть наши спортсмены стали третьими. Учитывая, что самые сильные команды это Москва и Питер, в которых приезжает огромное количество, иногда до 100 участников. А кто вообще чаще участвует в подобных турнирах, девушки или мужчины? Ну, может быть, скажем так, что не чаще, а больше в количественном и в качественном составе. Все-таки я говорю, принято считать бодибилдинг мужским видом спорта. Но на самом деле, когда погружаешься глубже в эту тему, понимаешь, что это не так. Что сейчас в соревнованиях по бодибилдингу мужчины представляют не больше одной трети всего количества спортсменов. И большую часть составляют как раз красивые молодые девушки, которые являются украшением турнира. И большое количество зрителей приходит именно посмотреть на них. Потому что, ну, брутальные большие мужчины, конечно, кому-то может быть нравятся, но женщины нравятся гораздо большим количеством людей. И большая часть поддержки болельщиков, она приходит именно с девчонками. Приносит букеты цветов, там какие-то подарки делают, признание в любви, там, либо просят руки сердца даже на сцене бывает. То есть, бывает очень много интересных таких случаев. Вот это да, это очень романтическое такое событие, да, получается. Но вот что я слышал об участниках турниров по бодибилдингу, что это всегда очень серьезная подготовка, такая кропотливая. Это изменение режима питания, это изменение, там, режима сна, это нервы какие-то, переживания, да, Олеся? Как проходит готовка? Ну, скажем так, готовлюсь я всегда. У меня нет такого, что я просто отдыхаю, не тренируюсь и так далее. Конечно, я соблюдаю периодизацию, это очень важно. То есть, у меня есть периоды массонабора, есть периоды сушки. Вот, здесь на самом деле все очень просто. Во время массонабора просто твой рацион чуть более обильный, вот, твои тренировки интенсивные. И во время сушки, наоборот, твой рацион чуть сокращается, он чистится, скажем так, от вредных продуктов, которые ты можешь себе позволить во время массонабора, но, опять же, в ограниченных количествах. На сушке нет, на сушке все строго, вот, только чистые продукты качественные, вот, и, в принципе, все, твои, ну, тренировки регулярные, интенсивные. Нужно следить затем обязательно за количеством сна, за восстановлением за своим и стараться держать свои нервы в узде, потому что это очень важно, это очень влияет на качество формы. Поскольку я сам являюсь выступающим спортсменом долгое время, да, у меня 140 медалей, я самотитулованный в бодибилдинге Росавской области, поэтому большой опыт подготовки, выступлений имею. Вы их поднять можете, все эти медали? Как они по весу вообще? С трудом. Для того, чтобы добиться цели, для того, чтобы не быть просто в статистике соревнованиях, а быть чемпионом, необходимо 24 часа в сутки жить этой целью. То есть, и это в любом деле, не только в бодибилдинге, да, где угодно, если вы поставили себе цель для того, чтобы ее достичь, вы должны выстраивать свою жизнь вокруг этой цели. Если вы готовитесь к соревнованиям, вы должны понимать, что приоритет – это цель, победа на соревнованиях, да, и ваша форма. И вы подстраиваете под нее все – рацион, работу, своих детей, там, свои семейные какие-то неувядицы, неважно, все уходит на второй план. И очень часто вторая половинка, она не выдерживает такого, потому что человек, находясь на диете, он становится нервным, да, его, это с ним тяжело общаться, его все нервирует. И хорошо, когда есть понимающие, понимающая вторая половина, которая абстрагируется и не провоцирует скандалов каких-то, которые могут возникать из-за диеты голодного человека, да, который готовится к соревнованиям. Поэтому, если человек не готов жертвовать всем ради победы, то он будет довольствоваться только тем, что он будет статистом о соревнованиях. С одной стороны, наверное, это просто, да, взять себя в руки, но с другой стороны, очень сложно себя долгое время держать в этих руках. Расскажите, а на что обращают внимание судьи, да, по каким критериям они оценивают спортсменов? Женские категории можно, да? Да, конечно, конечно. Поскольку сейчас очень популярна именно моя номинация, в которой я выступаю, фитнес-бикини, она очень зрелищная, очень красивая. Все девушки, когда выходят на сцену, они просто шикарные, потому что они долго готовятся, они в отличной форме, их в этот день, естественно, красиво очень собирают, делают красивый образ. Макияж, прическу. И судим, очень сложно на самом деле выделить. Нужно сначала топ-5. Пять девушек лучших, например, из 30 человек. Как это сделать? Это нужно сделать быстро. В первую очередь, внимание обращают, конечно, на пропорции, на качество формы, то есть ты должен быть упругий, подтянутый, в меру мышечный, но при этом женственный. Но ключевое здесь пропорции. Соотношение роста, длине конечностей, бедер и талии. Далее смотрят на твой образ, он должен быть яркий, подходящий именно тебе и запоминающийся. Дальше, третье смотрят на твою ухоженность, волосы, кожа, ногти, лицо. Все должно быть идеально. Все должно быть свежее, красивое, нежное, женственное. И заключающий фактор, это, конечно, позирование. Кстати, он очень важный. Очень-очень много работы идет именно за кулисами, до выхода на сцену. Очень много работы идет в период подготовки. Не только тренировки в зале, но и сделать хороший, качественный купальник, это тоже большого стоит. Поэтому у девочек намного сложнее подготовка, чем у мужчин. Мужчинам проще, ему накачался, одел плавку. Да, плавку, да. Кстати, о купальниках, не поверите, но купальники у нас очень дорогие. Они могут стоить до 50 тысяч рублей за единицу. Да вы что? Да, их расшивают, потому что стразами Сваровские. Ну, я видел, да, что там чуть ли не бриллианты. То есть бодибилдинг – это достаточно затратный вид спорта с этой точки зрения. Если ты хочешь на сцене быть королевой. Так, а вот что касается прочих затрат, тоже очень интересно, потому что, наверное, еще, да, это затраты на питание правильное, да. Есть же еще спортивное питание, да. Это вообще обязательно эта штука. Да, пищевые добавки какие-то, спортивные вот эти ингредиенты. Ну, на самом деле, некоторые люди переоценивают значимость пищевых добавок, да. И слишком много пытаются за счет того, что они купили какие-то добавки, да, протеин, там, еще что-то, надеются на то, что они помогут сделать хорошую форму и не обращают внимания на остальное питание. Добавки должны занимать не больше 20% от вашего рациона. Все остальное должно быть настоящее хорошее качественное питание. Ну, то есть, если я ем добавки и шаурму, да, то не сработает, да. Да, ну, большинство людей думают, так сказать, они купили жиросжигатель, или парламентин, который, да, и жест горит. И доварили пельмени. Да, да, да. То есть, на самом деле, так не работает. И в завершении нашей беседы хочется пожелать удачи всем нашим спортсменам. Олесе, в первую очередь. Обязательно. Вот пусть этот кубок, это же кубок, да, турнира? Да, это кубок чемпиона. Пусть этот кубок получит сильнейший, пусть его получит чемпион. Но и с нетерпением ждем старта турнира уже завтра. Обязательно нужно приходить, смотреть и болеть за наших спортсменов. До встречи на турнире. Ну, а мы продолжаем шоу «Овсянка». Впереди у нас гороскоп. Овны, начинайте день с важных дел. Утро будет очень многообещающим и удачным. Обидно было бы потратить его на пустяки. Вторая половина дня порадует какими-то приятными событиями в семье и хорошими новостями. Будет шанс повидаться с людьми, по которым вы соскучились. Тельцы. У вас будет возможность укрепить деловые связи. Не исключено, что появятся новые союзники, которые со временем станут друзьями. Начало романтических историй тоже вполне вероятно. Близнецы. Сегодня потребуется осторожность в решении финансовых вопросов. Постарайтесь не тратить слишком много на вещи, без которых можете обойтись. Лучше не торопиться с покупками. Спонтанные приобретения едва ли будут удачными. Раки. Сегодня забот будет больше, чем обычно. Могут появиться какие-то срочные дела. К тому же не исключено, что вам придется исправлять чужие ошибки или завершать то, что начали и бросили другие. Не переживайте, вы справитесь со всеми трудностями. Львы. Не забывайте, что вам тоже нужно отдыхать. Постарайтесь сделать небольшие паузы в течение дня. Вечером полезно будет сменить обстановку, внести в жизнь какое-то разнообразие. Вам нужны новые впечатления. Подумайте, что позволит получить их. Девы. Сегодня найдется применение тем вашим талантам, о которых прежде мало кто знал. Не исключено, что вам предложат принять участие в каком-то интересном новом проекте. Весы. Беспокойный день. Добиться успеха можно, но для этого нужно действовать осторожно и стараться ничего не упустить из виду. Не помешает помощь старых знакомых. Возможно, именно благодаря ей вы преодолеете все трудности и добьетесь цели. Скорпионы. Отличное время для того, чтобы сосредоточиться на личных отношениях. Тут многое может измениться к лучшему. Будет возможность повидаться с друзьями. Вы отлично проведете время, найдутся интересные темы для разговора и дела, которые увлекут всех. Стрельцы. Благоприятный день для работы и полезных занятий. Важно как можно раньше определиться с целями и приоритетами, чтобы не потратить слишком много времени на пустяки. В этом вам могут помочь новые знакомые. Козероги. Вероятно, незапланированные поездки. В дорогу вы можете отправиться вместе со старыми знакомыми и другими людьми, которые могут быть очень приятными попутчиками. Вдали от дома можно заключить выгодные сделки или же получить полезную информацию. Водолеи. День обещает денежные поступления. Он хорошо подходит для заключения сделок. В отношении финансов интуиция безошибочно подскажет вам верные решения. А вечер будет благоприятным для влюбленных. Некоторые представители знака ждут приятные сюрпризы. Рыбы. Учитесь. Это подходящий день для того, чтобы собирать информацию, составлять и анализировать факты, делать выводы. Вы внимательны и ничего не упускаете из виду. Поэтому не совершите ошибок и добьетесь отличных результатов. И вновь телеканал «Первый Ярославский» в ваших телевизорах. Это шоу «Овсянка» и впереди рубрика, о которой мы часто слышим прекрасные отзывы. Вот, к примеру, когда Илона Маска спросили, как он стал таким богатым, он ответил, «Я много учился, я много работал и всегда смотрел рубрику «Безопасные финансы» на «Первом Ярославском». Давайте посмотрим и мы. Доброе утро, друзья. Это «Безопасные финансы». Меня зовут Александр Веретельник. И здесь я делюсь с вами самым интересным, что касается финансов. Очень коротко, иногда субъективно. Но, надеюсь, это поможет вам лучше ориентироваться в этом сложном мире. Итак, поговорим сегодня о том, как избежать лишних трат при походах в магазин. В сегодняшнее время можно смело охарактеризовать как потребительский рай. Фактически только два вопроса мучают нас при походах в любой магазин. Как определиться с выбором при таком разнообразии и хватит ли денег на все соблазны, которые искушают потребителя в любом магазине? Ох уж это соревнование между покупателем и продавцом. Чтобы нам, потребителям, одержать в нем победу, необходимо знать хотя бы основные трюки или уловки маркетологов, которым платят за то, чтобы товар хорошо продавался. Давайте разберем некоторые из них. Где приятнее всего находиться и куда все время тянет наведаться? Ну, конечно, туда, где создана уютная и комфортная атмосфера, поднимающая настроение и настраивающая на позитив. А ее можно создать с помощью запахов. Вкусный запах способен возбудить аппетит и ускорить принять решение купить именно этот продукт. Музыка. Медленная и приятная располагает к размышлениям, более внимательному рассмотрению конкретного товара. А быстрая и энергичная – на быстрое принятие решения о покупке и желание быстрее обойти весь магазин. Подсветки, зеркала, светящиеся вывески – они автоматически привлекают наш взгляд, заставляют остановиться и внимательнее рассмотреть тот или иной товар. Представляете, даже плитка на полу и то имеет значение. Оказывается, если квадраты или ромбы большие, то мы интуитивно стараемся идти быстрее. И наоборот, если маленькие, то автоматически замедляем шаг. При входе в магазин, прежде всего в супермаркет, мы можем взять с собой корзинку или тележку. Вы обращали внимание, когда эта тележка почти пустая, она особенно противно дребезжит. Но стоит ее наполнить, как неприятный звук пропадает. Поэтому, если вы заехали в супермаркет купить что-нибудь в небольшом количестве, лучше воспользоваться небольшой корзинкой. Так будет меньше соблазна прихватить что-нибудь лишнее. А теперь давайте посмотрим, как в самом магазине организовано пространство. Здесь все продумано до мелочей. Прежде всего продумано расположение товара. Что нужно реализовать в первую очередь, находится на уровне глаз. Покупатель редко смотрит наверх, и еще реже он наклоняется. Чем свежее продукт, тем он глубже находится на полке. Снаружи располагаются товары с истекающим сроком годности. Поэтому протяните руку и возьмите то, что нужно. Еще обратите внимание на то, что товары первой необходимости, как правило, находятся в глубине зала. И чтобы добраться до них, надо пройти чуть ли не весь магазин. Маркетологи полагают, что проходя мимо многочисленных полок, можно прихватить с собой что-нибудь лишнее. А себе объяснить, мол, ну какая разница, все равно через день за этой штукой пойду. Лучше уж куплю ее сейчас, как говорится, заодно. Или впрок. А вдруг дороже будет? Вот примерно по такой схеме мы заполняем наш дом всякими ненужными вещами. И, наконец, известный маркетинговый трюк с перестановкой товара в привычных местах. Если мы постоянно ходим в один и тот же супермаркет, то знаем, где лежит нужный нам товар. Это удобно нам, но не выгодно продавцам. Не всякому придет в голову, положив необходимую вещь в корзину, обойти весь магазин в надежде посмотреть что-нибудь еще, вдруг пригодится. Поэтому товар регулярно перекладывают на разные полки или разные места магазина, чтобы заставить вас поискать то, зачем пришли, прихватив по пути что-нибудь еще. Ну, а про фокус с цифрой 9 я уже не говорю. Конечно, 59-99 смотрится как-то приятнее, чем 60. Если уж мы заговорили про цены, то надо остановиться на различных скидочных картах. Например, накопительных. С одной стороны, они вроде бы выгодные. Но если взглянуть глубже, то получается, что они привязывают нас к конкретному магазину. Войдя в азарт, копить баллы мы начинаем покупать и покупать в одном и том же магазине, и не задумываясь, что где-то рядом тот или иной продукт может стоить дешевле. Или покупаемся на возможность купить, например, какой-нибудь чайник не за 3000 рублей, а за полторы, если соберем определенное количество наклеек. При этом, чтобы набрать нужное количество наклеек, необходимо купить в этом магазине продуктов, ну, например, 1000 на 50-60. На практике элементарный математический подсчет показывает, что если подойти рационально, то те же самые продукты можно купить в разных местах и на сэкономленные деньги приобрести не один, а целых два таких чайника и не за полторы тысячи, а по 3000 за штуку. А вот еще одна интересная схема, которая используется в популярном гипермаркете. Там покупатель может воспользоваться скидочной карточкой или получить скидку, ну, например, как пенсионер. При этом скидка по карточке распространяется на выборочный товар, что указано на ценнике. И вот, набрав тележку продуктов, вы подходите к кассе, где вам предлагают выбрать. Оплатить со скидкой по карте или получить скидку как пенсионер. На самом деле, несложные подсчеты позволяют сделать вывод, что действительно выгодно купить в этом магазине эти продукты, если взять с собой кого-нибудь из родственников. Вы разделяете товары в тележке на две группы. Те, на которые распространяется скидка по карте, и те, которые по пенсионному удостоверению. В противном случае в выгоде остается только магазин. Получив скидку по карте или пенсионному, вы переплатите за часть товаров, ведь процент по этим двум скидкам разный, и один вариант уравновешивает другой. Психологически вы радуетесь, что купили со скидкой, а на самом деле по обычной цене. Как видите, это целая наука. Маркетологи проводят исследования, разрабатывают различные схемы, помогая продавцам реализовывать товар. А нам остается помнить простейшие правила. Вот они, если совсем коротко. Не ходить в магазин голодным. Иметь заранее список, что необходимо купить. Брать с собой определенную сумму денег, рассчитав все заранее. Округлять цену в большую сторону. Ну, а в следующий раз мы поговорим о черных пятницах и распродажах. А пока на сегодня это все. Хорошего вам дня. И помните, нельзя гоняться за деньгами. Нужно идти навстречу. Какая часть нашего тела эволюционирует быстрее всего? Нос. У млекопитающих за обоняние отвечает самое большое отдельное семейство генов. Благодаря изучению генома человека мы знаем, что наше обоняние изменялось и продолжает изменяться быстрее, чем у наших ближайших родственников, высших приматов. Это значит, что мы меньше нюхаем, зато больше различаем на вкус, направляя ароматы от задней части глотки к носу, когда жуем. Такая способность известна как ретроназальное обоняние, свойственное исключительно человеку. В числе событий, повлиявших, возможно, на такое положение дел, стоит выделить два. Первое – это приготовление пищи на огне. Оно познакомило человека с соблазнительными запахами жареного мяса и карамелизированных фруктов. А второе – это одомашнивание животных и почти следом за ним возникновение сельского хозяйства. Последнее привнесло целый букет новых вкусов и запахов – йогурт, молоко, сыр, хлеб. А приручение собаки снабдило человека спутником с чрезвычайно острым и тонким нюхом. Возможно, нос и правда развивается быстрее всех остальных органов, но дальнейший анализ генома человека показал, что эволюция не ограничивается только им. Так наши волосы со временем утончаются, зато слух, возможно, в результате речевого развития гораздо лучше, чем у шимпанзе. Сегодня в 19.30 и в воскресенье в 17.00 нас ждут две жаркие хоккейные битвы. Ярославский локомотив встретится с лучшей командой регулярного чемпионата ЦСКА. Посмотрим, смогут ли армейцы выстоять против нашего бронепоезда. Болеем за лока, друзья, всем Ярославлем, всем 76-м регионом, да что уж там скромничать, всей страной. Давайте поддержим наших, друзья. А шоу «Овсянка» на этом подошло к концу. Встретимся уже в понедельник в то же самое время. Всем отличных выходных. Пока-пока. Доброе утро, область просыпается, и снова новый день начинается. Первый Ярославский сделает твое утро бодрым, в отличном настроении пойдешь на работу. И не важно, маленький ты или взрослый, утро надо начинать с «Овсянки». Все просто, чтобы сегодня все было отлично, включая в 7 утра наше шоу «Это логично». Субтитры подогнал «Симон»